МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сельском хозяйстве – 1087. Больше ставка делалась на создание новых производств, поэтому 51 организация была создана в районе, в том числе 18 организаций производственной сферы. Все сферы у нас и направления в отраслях, все достигли положительных результатов, все сработали с чистой прибылью, с ретабельностью продаж хорошей. Поэтому такого, чтобы уже какая-то сфера более отстает, нет. У нас положительная, хорошая динамика. Пожалуй, самые высокие показатели среди отраслей Мозырского района в строительно-монтажном комплексе. В прошлом году здесь ввели целый ряд объектов промышленного назначения, в первую очередь современных молочно-товарных ферм. Сегодня строители завершают свою часть работ по реализации инновационного проекта по строительству экспортно-ориентированного завода «Топливных билет». У местного Мозыр-Промстроя портфель заказов настолько обширный, что приходится привлекать сторонние организации. Этот год полностью сформирована программа. Работаем мы загружены более чем на 100%. Даже привлекаем помощников, потому что сами пока не в силах все выполнить. Мы уже работаем над формированием программы 2021 года. Одновременно с возведением промышленных объектов идет строительство жилья. В прошлом году в эксплуатацию сдали почти 66 тысяч квадратных метров. Для Мозырского района это немаленькая цифра. При этом квартиры в новых домах получила 261 многодетная семья. Среди предлагаемых вариантов для этой категории и двухквартирные коттеджи площадью 145 квадратных метров со встроенным гаражом и тремя сотками земельного участка. Это ноу-хау мозырских строителей оказалось достаточно востребованным. У нас в Тресте лежит более 20 заявлений на строительство. Но в связи с тем, что на сегодняшний день мы перегружены задачей строительства государственного жилья, то есть многоквартирного, временно эта стройка приостановлена. Но мы планируем буквально с июня месяца ее возобновить. Конечная цель, проводимая сегодня в Мозыре, масштабной реконструкцией – создание более комфортных условий для проживания. Причем одновременно с ремонтом дорог и реконструкцией зданий планируется завершить объекты, которые можно отнести к категории долгостроев. Пожалуй, наиболее яркий пример – спасательная станция «Освода». Строительство мозырской спасательной станции было начато в 2002 году. В 2004 году строительство было законсервировано. И по решению Гомельского областного комитета в 2020 году строительство данной станции было возобновлено. Одновременно с Мозырским районом в целом по итогам прошлого года на республиканскую доску почета занесен также совхоз комбинат «Заря». На Гомельщине это сельхозпредприятие известно тем, что здесь первыми в области достигли десятитысячных надоев. Средняя зарплата более чем в 1300 рублей. Руководство предприятия уверено – положительные тенденции удастся сохранить и в этом году. К этой цифре 10 110 литров молока на корову мы шли долгие годы и отрабатывали определенную технологию кормления, содержания, доения. Поэтому я думаю, что мы удержимся на этой цифре. У нас уже как бы технология отработана. Что касается нынешних итогов развития Мозырского района, то наиболее сложная, хотя и далеко не критичная, ситуация с экспортом продукции – 97% по итогам 4 месяцев. Объяснить это можно только временной потери связи с партнерами из-за пандемии коронавируса. Во всяком случае, по итогам первого квартала этот показатель превышал 110%. Среди других позиций – производство сельскохозяйственной продукции более 107%, розничный товарооборот – 108% и 22% созданных предприятия. Это тоже больше запланированного. И такие цифры, которые интересуют всех. За первый квартал средняя зарплата в промышленности и сельском хозяйстве выросла еще соответственно на 33 и 45 рублей. Зарплата в 1513 рублей на предприятиях и 1132 ВПК для многих других районов сегодня пока только желанная цель. От имени районного исполнительного комитета, районного совета депутата, я хочу поблагодарить всех руководителей предприятий, организаций, учреждений нашего города и района, и их трудовые коллективы за достойный вклад в социально-экономическое развитие нашего города и района. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.